Согласно материалам уголовного дела, 41-летний житель Барановича Игорь Петран, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи своего мобильного телефона зашел на свою персональную страницу в социальной сети Одноклассники. Увидев в ленте публикацию со скриншотом, на которой был изображен незнакомый ему сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый оставил под публикацией комментарий с угрозой насилия в отношении этого милиционера. Чуть позже и опять же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, все в тех же Одноклассниках, Игорь Петран оставил комментарий под фотографией представителя власти, в которой содержалось оскорбление. Естественно, что ни одно из этих правонарушений не ускользнуло от правосудия. Обвиняемый предстал перед судом. Настоящим, невиртуальным. И таким же, отнюдь невиртуальным, стал приговор. С учетом позиции государственного обвинителя представлены доказательства личности обвиняемого, наличия отягчающих обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления. Суд Барановского района города Барановича постановил в отношении Петра на обвинительный приговор. На основании статей 364-369 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с одобыванием наказания воспитательной колонии в условиях общего режима. Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Но закон есть закон, и наказание за преступление не заставило себя ждать. Меру пресечения приняем до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу, заключив его под стражу из зала суда. Родные с приговором не согласны, и их можно понять. Наверняка за время отбывания наказания обвиняемый не раз вспомнит слезы родных и задумается, стоило ли причинять им такое горе. Также решением суда обвиняемому назначено принудительное лечение от алкоголизма.